приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра а также удачи во всех ваших делах в сегодняшнем выпуске мы рассмотрим очень важные дела в период скажу сразу откровенно это очень сложный период самый сложный период августа 2022 года а может быть и сложный сложнейший период всего 2022 года и уже это сейчас ощущается и мы сейчас с вами более подробно рассмотрим эту ситуацию и так у нас будет разбор всех наших дел с 11 по 14 августа 2022 года как всегда начнем с агрогороскопа время киевское период с 11 по 14 августа четверг и пятница 11 и 12 августа луна будет находиться в знаке водолей 12 полнолуние очень сложный день 11 сожженный путь полнолуние не менее сложный день и мы чуть чуть позже с вами рассмотрим какие энергии будут воздействовать на наш организм но это будет всего-навсего через несколько минут давайте мы рассмотрим далее агрогороскоп итак 11 и 12 в знаке водолей никаких посевов не делаем даже если бы это было бы другой период фазы луны не делаем посевы в водолее и не работаем с рассадой не беспокоим растения для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и болезней там где очень жарко даже еженедельные профилактические обработки спасут ваши растения от изобилия сейчас и различных вредителей которые буквально носятся в воздухе иногда их очень много и нужно все время защищать наши растения плюс еще и болезни потому что ночью уже будут становиться более прохладными день у нас жаркий конденсат и развивается очень сильно болезни споры грибковых заболеваний поэтому защищаем наше растение и 11 и 12 поливы дни в дни стихия воздуха не проводим гниют корни подкормки тем более не проводим в саду актуально тоже защита наших растений от вредителей от болезней на особенно от вредителей плодожорка пожалуйста не забывайте клещи очень много сейчас различных вредителей и каждый старается испортить урожай которые вырастили поэтому пожалуйста проводите защитные мероприятия ну и собирайте урожай потому что там где созрел урожай пора его собрать и переработать зеленые операции в это время не проводятся хотя знак хороший но в полнолуние в сожженный путь полнолуния не трогаем растения никакие не садовые не овощные не цветочные вот сбор урожая очень хорошо проводить это не только для садовых растений но и для любых растений которые созрели собираем урожай перерабатываем заготовки делаем настойки различные делаем не только лекарственные но и ягодные различные для того чтобы потом насладиться вот этим ароматом ягод я хочу сразу же предупредить 12 казалось бы луна будет в водолее находиться до 21 часа 45 минут но постарайтесь постарайтесь это все сделать до 17 часов далее будут уже наслаиваться энергии стихии воды рыб поэтому постарайтесь вот эти работы и сбор лекарственных трав до 17 часов все это провести рыбалка в полнолуние не получается для комнатных овощей которые сейчас перекочевали на балконы и в другие места тоже актуальна защита от вредителей и от болезней продолжается очень сложные энергии с сожженного пути полнолуния поэтому кстати завершается сожженный путь полнолуния 14 в 4 часа 37 утра затем у нас луна без курса в этот день именно 14 с 18 часов 13 минут до момента перехода луны в другой знак до 23 часов 43 минут у нас есть немножечко времени для того чтобы уже начинать посевные работы но давайте вернемся к 13 итак у нас здесь 13 14 это энергии стихии воды это рыбы луна находится в рыбах не проводим в сожженный путь полнолуния посевов не работаем с рассадой актуально для цветов именно в этот период защиты от вредителей и от болезней кстати в рыбах здесь тоже поливы обязательно тоже надо проводить я их сюда не выписала но вот видите поливы обязательно в рыбах дает очень эффективные вот поливы водичка вся поступает в нужные места клеточки и идет очень хорошо насыщение клеточек водой живительной влагой подкормки не проводим это время сожженного пути полнолуния и сейчас очень много еще энергии и нельзя сейчас вот пользоваться именно 13 еще нельзя использовать различные подкормки не под корень не по листьям в саду актуальны поливы там где нету дождей где почва сухая поливайте растения зеленые операции еще не проводим вот в рыбах смотрите и зеленые операции и сбор урожая и заготовки и настойки сбор лекарственных трав все это нет 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 потому что в этот период и заготовки и урожай который собирается и хотите хранить он не будет лежать долго много воды поэтому собираем урожай ровно столько сколько вам нужно для того чтобы что-то приготовить в этот же день для рыбалки не актуально пока еще время для комнатных растений для комнатных овощей актуальны поливы помните правило трех поливов трижды поливаете для того чтобы полностью вода пропитала в различных емкостях весь грунт идем к 14 к воскресенью все ближе очень такой хороший день уже после вот этих сложных энергий хотя здесь тоже еще энергии для человека очень сложные но уже можно немножечко вздохнуть сказать фух все чуть-чуть легче стало и вот 6 часов утра 14 августа и до 16 часов 30 минут можно при необходимости посеять семена укропа петрушки салата шпината и даже редис можно уже посеять будут очень сочный хороший редис это уже выход из саженого пути полнолуния с рассадой можно уже работать с 6 часов до 16 часов 30 минут пересадка перевалка все что посадка сама все что нужно делать с рассадой любых растений кроме саженцев садовых растений это у нас было 9 в козероге посадка саженцев закрытой корневой системы и пока эта тема у нас закрыта будет и она будет открыта уже в период на убывающей луне но мы об этом будем чуть чуть позже говорить а пока вернемся к 14 августа с рассадой мы разобрались для цветов и комнатных растений актуальны поливы целый день можно спокойно поливать а также вот с 6 до 16 с 6 часов утра до 16 часов 30 минут можно заниматься посадкой рассады уже если у вас готовы высаживайте вот многолетние двухлетняя рассада цветочных растений высаживайте можно пересаживать перевалку делать вот это можно для и цветов и открытого круто грунта и для комнатных растений поливы прекрасно и вот здесь начинается смотрите подкормки да но 50 процентов еще энергии сильные еще насыщение энергиями для растений она дает хорошую силу и движется внутри такая жизнь кипит не движется просто кипит внутри поэтому достаточно 50 процентов тех удобрений которые расписаны в инструкции данного удобрения читайте инструкции без инструкции не применяйте никакие удобрения неорганические и тем более минеральные и да кстати есть и зеленые удобрения тоже зеленые 50 процентов для сада важно поливы и подкормочки снова же 50 процентов зеленые операции в рыбах не проводим казалось бы уже выходим из сожженного пути полнолуния но нет очень опасно для растений еще в рыбах не собираем урожай не проводим заготовки из этого урожая буквально завтра посезавтра то есть позже уже можно будет заниматься заготовками а именно уже 15 в овне можно будет вот эти дела делать поэтому 14 собираем ровно столько сколько нужно съесть заготовки не делаем настойки тоже не делаем лекарственные травы не собираем рыбалка еще не дает результатов таких кстати наш знакомый по рыбе рыболовитель рыбак он сказал что очень сложно сейчас что-то поймать какая-то мелочь попадается но на растущей луне и полнолуния всегда вот сложности с ловлей рыбы но вот такая информация тоже вам ее передаем для комнатных овощей 14 августа актуальные поливы и подкормочки и подкормки напоминаю и для закрытого грунта имею ввиду закрытое пространство в емкостях тоже 50 процентов от того что требует инструкция данного удобрения продолжаем наш выпуск и вот я вам обещала что более подробно расскажу о тех энергиях которые будут присутствовать вот эти дни в период с 11 по 14 августа и сейчас об этом мы чуть-чуть подробнее поговорим и ваше предложение добавить магнитные бури я их назвала энергиями потому что не всегда магнитные бури воздействует на человека только магнитные бури но еще в августе месяце очень высокое напряжение и здесь у нас очень сложные ситуации но давайте сначала вот так как вы предлагали добавить рубрику в начало дела в эти дни не начинаем никаких дел покупки тоже крупные не делаем мелкие для питания еще какие-то для бытовых нужд это можно делать но крупные не покупаем а вот третье вот это наверное буду начинать со следующего выпуска на первом плане буду ставить именно энергии энергии очень сложные с 11 по 14 августа и здесь не только луна будет воздействовать на нас и солнце но и другие планеты это не просто будет период магнитных бурь пожалуй это самый сложный период в августе 2022 года повторюсь и даже в 2022 году кроме того что это практически энергии вот всего сожженного пути полнолуния период стресса переход от накопления сил к их реализации от расширения к сжатию любого организма расширение шло до полнолуния и вот это сжимание на предел вот происходит 12 очень сложный тоже период для любого месяца для любого лунного месяца луна в это время находится в оппозиции к солнцу вот это полнолуния вот такая ситуация на небе а позиция это всегда напряжение энергии и также в это время луна участвует в тау квадрате марс уран узел марс уран узел видите я так понаписывал сколько у меня хватило места для того чтобы показать что это очень сложный период и кстати очень высокое напряжение в этот период создает вот этот тау квадрат марс уран узел и плюс еще 11 августа точный аспект квадратуры солнце уран солнце высшая энергия уран революция тоже очень сильнейшая энергия плюс еще одно полнолуние связано с сатурном это пик кратящую серединной точки между затмениями и 14 августа точная оппозиция солнца сатурн я вот написала что здесь высокое напряжение вот эти дни сердце в опасности сжатие такое сильное вы знаете вот для того чтобы это было более понятно я представляю себе вот всегда какими-то образами и для меня вот этот период с 11 по 14 это такой вот впереди трансформатор для приема и передачи электроэнергии и помните там все время написано когда подходишь к трансформатору издалека красными буквами стой не подходи убьет ну а так как мы с вами предупреждены уже знаем об этом поэтому не напрягаемся в это время берегите себя родных не ругайтесь не выясняйте отношения сердце в это время в большой опасности хотя казалось бы не лев а здесь вот видите сколько напряжение собралось сколько планет создают вот это высочайшее напряжение которое вот для меня как трансформатор огромный трансформатор приема и передачи электрической энергии вот очень сложный период поэтому пожалуйста в это время просто магнитные бури это мелочь по сравнению с тем что вот будет происходить в эти дни берегите себя предупрежден вооружен еще раз предупреждение такое на эти дни ну и благодарю за то что нам вот такое предложение поступило по магнитным бурям но вот оказывается я ощущаю уже сейчас эти энергии потому что вот эти квадратуры все время воздействует вообще весь август месяц очень сложные здесь постоянно какие-то напряжения позиции и очень сложно будет нашим телам нашим сердцам в это время пройти этот период но мы на то и мы человеки мы творцы мы можем принимать энергию очищать плохую энергию негативную и оставлять только созидательную светлую солнечную для того и создана вот эта ситуация космосом это все для нас для человека и для земли мы все единый 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 организм и так мы с вами рассмотрели энергии предупреждение получили в хорошем настроении спокойно принимаем этот период и проходим легко далее огонь нашей печки или же камины там где холодно уже можно будет спокойно разжигать 11 и 12 а вот 13 14 возможен дым так что перенесите вот вот этот период можно заниматься разжиганием вот это первое протапливание печки или же после 14 то есть 15 так что выбирайте эти периоды но и здесь у нас одинаково и 11 12 13 14 стрижка волос в сожженный путь полнолуния в этот период космического напряжения не делаем все дни никаких манипуляций с волосами не стрижем ногти не красим волосы в это время а вот мыть волосы можно 11 и 12 потому что в рыбах это всегда перхоть и быстро оживнеет волосы мне очень не нравится этот период поэтому используйте подсказку водолей прекрасно получается с мытьем волос уход за кожей вот эти питательные маски чудодейственные в водолее не работает клетка закрыта занято дыханием не мешайте а вот уже 13 14 проведите вот эти приемы со своим со своей кожей приготовьте масочки и они принесут пользу очистка кожи это то что мы выводим какие-то неприятности со своей кожи начинается с 11 12 еще нет а вот начало вечером 13 августа и далее мы на убывающей луне будем каждый день вот эти манипуляции проводить рукоделие водолея тем более напряжение нужно для того чтобы что-то делать полнолуние не проводим ничего не делаем если пуговку надо пришить то конечно это нужно сделать а вот 13 14 это энергии творчества в рыбах уже чуть-чуть спадает напряжение можно тихонечко что-то по крайней мере есть идеи придут зарисовывайте записывайте мне уже некоторые пишут да идея пришла и прекрасно получилось наброски или начало вот нужно положить в этот период и так с рукоделием мы разобрались идем дальше на кухню на кухне тесто тесто все сейчас что-то готовят что-то такое вкусненькое делает для теста актуально в дни водолея тем более полнолуние нужно добавлять жидкость по рецепту добавляете чуть больше жидкости или уменьшаете количество или добавляете да уменьшаете количество муки вот или жидкость увеличиваете снова же смотрите по обстоятельствам а вот здесь уже в рыбах будет все нормально можно по рецепту все укладывать в нужную посуду и готовить тесто для стирки 11 и 12 в водолее качество будет плохое зато уже в рыбах 13 и 14 прекрасно стирается можно даже генеральную вот эту стирку и уборку кстати тут и уборка уборка у нас некачественная 11 и 12 а вот здесь 13 и 14 можно запланировать сразу же и уборку и стирку для ремонта очень хороший период 11 и 12 но снова же не увлекайтесь берегите себя особенно если нужно покрасить перенесите чуть позже в краску по краску по белку какие-то такие небольшие работы без напряжения там можно делать для ремонта это хорошее время для проветривания вещей тоже водолея очень хорошо кстати в водолее бывают именно продвижение циклона так что будьте внимательны может быть дождь поэтому если вы дома можете выносить вещи если в случае видите тучи идут несется циклон тогда конечно же нужно занести в дом вещи но вот это хороший период для того чтобы высушить проветрить и проветривать вещи это прекрасно а вот в рыбах уже 13 и 14 здесь и ремонт будут некачественные и проветривание вещей просто-напросто бесполезно притягивает влагу и различные неприятные запахи бывают и приятные но в конечном итоге вещи не очень хорошего качества приходится закладывать в шкаф а лучше все-таки это сделать свечами 11 12 а 13 14 в субботу воскресенье эти работы не проводить продолжаем наш выпуск а теперь особо обратим внимание на наше здоровье еще раз мы уже говорили о том какие энергии будут с 11 по 14 а сейчас более подробно 11 и 12 августа 2022 года луна будет находиться в сожженном пути полнолуния в знаке водолей водолей в это время уязвимы все части ног это лодыжки галеностопные суставы и икры мышечная система а кстати обратите внимание еще нервная система кровообращение сосуды ног сердечно-сосудистая система как видите что и эти все оппозиции напряжения планет плюс ко всему вот это время водолея уязвимы наша сердечно-сосудистая система сердце нервная кровообращение будьте внимательны в это время к своему здоровью кстати хотя это лето но и в это время бывают судороги икроножных мышц а также боли по ходу седалищного или бедренного нерва особенно в области голени а также беспокоят тромбофлебиты а теперь о операциях обычно всегда эти вопросы у нас на первом плане так вот 11 и 12 в знаке водолей это сожженный путь полнолуния противостояние энергии очень сильное напряжение перенесите операции на другое время опасно сейчас для наших вен для всей кровеносной системы вот эти различные внедрения в наше тело в это время кстати обостряются болезни такие как варикоз геморрой нервные заболевания так что берегите себя в это время и не подвергайте опасности свое тело но можно использовать нетрадиционные методы лечения травы спокойствие самое главное сейчас спокойно пройти вот этот период полнолуния а теперь рассмотрим еще два дня 13 и 14 августа здесь луна будет находиться еще и в сожженном пути полнолуния а также знаки рыбы ну а в рыбах уязвимы снова же ноги часть ног ступни ног а также кровеносная лимфатическая система эпителиальная ткань система обращения жидкостей в это время нельзя проводить никакие операции в это время 13 и 14 августа уязвимы кровеносная и лимфатическая системы любые хирургические операции подвержены усиленному кровотечению поэтому вот этот период с 11 по 14 августа 2022 года не планируйте никаких операций берегите себя еще раз будьте внимательны к здоровью кстати есть угроза отравления лекарствами и алкоголем именно в рыбах так что 13 и 14 алкоголь отложите ну и лекарства тоже будьте внимательны если неизвестное лекарство тоже перенесите на другое время прием этого лекарства переходим в этот период на такие успокоительные различные травяные чаи и спокойствие снова же спокойствие у меня это слово сегодня просто догоняет и просит мой мозг еще раз вас предупредить что нужно провести в мире и покое именно эти дни вот и подошел к завершению сегодняшний выпуск он очень насыщен энергетикой нужно использовать вот эти знания еще раз предупреждены вооружены готовимся к этому периоду друг другу мы относимся с пониманием с миром с добром с уважением и легко проходим этот период сложных испытаний раиса горяченко александр волик подготовили это видео для вас мы прощаемся с всего навсего до следующего видео на нашем канале мира и добра вам еще раз мира мира и гармонии вашей жизни пока пока и и Продолжение следует...